26-летний тот Уивер отправился в свою вторую командировку в 2010 году. Его жена Эмма, с которой он был в браке два года, и их 9-месячная дочь остались ждать его. Супруги обменивались письмами и общались в видеочате, чтобы поддерживать связь в эти непростые времена. Лейтенант Уивер трагически погиб 9 сентября 2010 года, незадолго до запланированного возвращения домой. Останки погибшего солдата были отправлены обратно домой. А лейтенант Уивер был похоронен на Арлингтонском национальном кладбище в Вирджинии. На своих похоронах Уивер был удостоен бронзовой звездой и рядом других признаний за свою службу. Ноутбук, которым лейтенант Уивер пользовался в командировке, был передан его жене, Эмме. Через два дня после похорон мужа она включила компьютер. На панели управления компьютера было легко найти два документа Word. Одним из них было письмо для Эммы. Вторым документом было письмо, адресованное их маленькой дочери, Кайли. Письмо Эмме началось со слов, что, если она когда-либо прочитает его, это означает, что он не вернулся домой. Он написал, что будет вечно любить жену и дочь, и что смерть не может разлучить их, ведь он всегда будет присматривать за ними с небес. Лейтенант Уивер проявил благородство души, призвав свою супругу жить на полную и наслаждаться каждым днем. Он признался, что не мог бы желать себе лучшую жену, чем Эмма. Лейтенант выразил свою безграничную любовь к дочери, Кайли, и гордость за нее. Он попросил ее всегда проявлять доброту к другим и пообещал, что мир ответит ей взаимностью. Он извинился перед дочерью за то, что не сможет наблюдать за ее переходом во взрослую жизнь, но выразил уверенность в том, что ее будущее будет светлым. Отправьте это видео всем, кого знаете. Жертвы, подобные той, которую принес лейтенант Уивер, никогда не должны быть забыты.